Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. При остановку производства «Канди» прокомментировали в правительстве Кировской области. На предприятии «Веста», которое выпускает стиральные машины под итальянским брендом «Канди», побывал зампред областного правительства Михаил Сандалов. Предприятие чиновник посетил после того, как в СМИ, в том числе федеральных, распространилась информация о приостановке его работы. Руководство завода подтвердило, что станки действительно остановили на неделю, с 17 по 21 апреля. Это связано с затариванием складов продукции. «Сезон продаж бывает летом, и перед началом его иногда возникает проблема с местом на складе», пояснил гендиректор «Веста» Винченцо Руокко. Из почти 500 сотрудников в вынужденный простой отправили две трети с сохранением 60% зарплаты. С 24 апреля все сотрудники выйдут на завод, и он продолжит работу в штатном режиме. Более того, закуплено новое оборудование автоматической сборки, которое установят в этом году, рассказал Сандалов. Предприятие увеличит объемы и перейдет на производство новых, более современных моделей. Кировская область попала в топ-3 регионов по падению цен на жилье, об этом сообщает областное правительство. Отмечается, что по данным сервиса Сбериндекс, падение цен на недвижимость в марте в Кирове составило 2,6%. Средняя стоимость квадратного метра жилья в регионе сейчас 96,5 тысяч рублей, по стране 133,5 тысячи. Напомню, что по итогам прошлого года наш регион попал в число лидеров по росту цен на недвижимость. Как отмечают в правительстве, в регионе были запущены механизмы стабилизации цен. Сейчас они начинают давать результаты. Всего в первом квартале 2023 года в Кировской области введено почти 150 тысяч квадратных метров жилья. По сравнению с первым кварталом прошлого года ввод жилья в многоквартирных домах вырос на 14%. В эфире «Экономика». Апелляцию на приговор Быкову рассмотрят 10 мая. Стала известна дата рассмотрения апелляционных жалоб, которые подали осужденный его адвокат и прокурор. Произойдет это 10 мая в Кировском областном суде. Рассмотрят апелляции судья Николай Сичихин. Ранее, напомню, Первомайский суд Кирова приговорил бывшего главу города Владимира Быкова к 9 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в получении взятки и в мошенничестве. Все в особо крупном размере. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.